Вот ошибку они, конечно, не допустят. Но что вы все это услышали? Я скажу о том. Анатолий Александрович, вы сейчас в Ладиши тоже не рекомендуете, как вы думаете, вернется в Россию. А может быть, ему не стоит возвращаться? Я не сомневаюсь, что он вернется в Россию. Я знаю немножко удовлетворительство всего дела, которое мы рекомендуем. Мой взгляд, оно, в общем, высосано и с пальцем, а мой взгляд, дело не ясное, оно не в комнате, стыль. Ну, конечно, в полиции, в частном желании доказать, что будет врач Собчак, на самом деле, провинциальным. Я убежден в том, что он вернулся, я убежден в том, что его невиновны. Я считаю, что все равно обязательно стоит, не только о здоровье. Еще один пункт, последний, что в Кайпе был, пожалуйста, уже совсем в Бюроке записалось. Ну, во-первых, я должен сказать честно, давно, у меня так получилось, что никогда не было возможности в Бюроке. Считалось, что бесконечно много, а вот побывать, как не помогалось. Поэтому с большим удовольствием согласился принять приглашение нашей региональной организации, и практически, как бы, России, бы, увозить в Москву. Времени, к сожалению, было крайне мало. Он только-только успел подойти к дворцу, пройти по парку. Ну, и, замените, с удовольствием встречу сегодня с избирателем. Егор Тимуревич, Гачевская казна, на этом видео. Скажите, пожалуйста, в предыдуем время создается впечатление, что ваша пара несколько ушла в тень кандидатов на двух списках от ДВР достаточно немного. Действительно, ваш принцип неуверен в победе, не баллотен? Ну, в общем, да. Мы не считаем, что принцип выставлять своих кандидатов, которые не имеют никаких шансов пройти, правильно. В данном случае мы выставили свою кандидату. Мы очень надеемся на то, что она победит здесь. Николь, простите, у меня не вопрос, у меня желание представиться. Наш областной райот называется Гайдарико, и его постоянно, без пропереспрашивания, Гайдарико? Понятно. Это ваша реклама, как к этому относитесь? Очень позитивно. Очень позитивно. Скажите, вы планируете выдвигаться в уговоры на представящих президентских органов? Я считаю, что обсуждать эту тему сегодня слишком рано. Три года в России – это огромный срок. Я думаю, что за три года предшествующих в президентских выборах самым популярным кандидатом по всем вопросам был господин Руцкош, о котором в момент выборов никто просто и не вспомнит. Потом посмотрим. Вы считаете идеологом либеральной экономики с основными принципами свободы, собственность, законность. Скажите, как на вас стреляют? Они все реализуются в наших сверочных средствах? Я считаю, что правительство только в марте этого года встало на путь, который ведет к возможности формирования этих принципов. За эти полгода сделало очень серьезные шаги в этом направлении, хотя, конечно, недостаточно компенсировать несколько лет получивши в Кирилл. Я думаю, что именно с серьезным прогрессом в этом направлении, в обеспечении эффективности работы государства в рыночных условиях, связано с огромным сопротивлением реформ, которым у нас есть. И последний вопрос. Как вы относитесь к женщинам в Малитике? С любой. Коллеги, время подошло. Нас ждут в зале. Вы известный большой друг, искренний друг Анатолия Чуба. Вот как его друг, скажите, вот эта вся история вообще способна его сломить? Или все-таки... Нет, Анатолий человек с очень сильными бойцовскими качествами. Конечно, для него она очень тяжела, но абсолютно убежно, что не сломается. Спасибо. 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 И вот, если нет, это вы хозяйки нашего вечера. А, что подписаться на подошку? Ну, не дай, я ему не считаю. Нет, нет. Спасибо. Спасибо. Я по школе училась, вы там его не можете. Правда. Ну, я очень не знаю. Ну, что, пойдемте, наверное, не будем заказывать. Да. Да, вы не подпишите, это вот наши сандитаты. Извините, можно ли? Снимай, снимай. Спасибо. 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 Давай быстрее и кого-то еще для спины. Вот сюда вот. Вот там… Я думаю, давайте начинать. Сегодня в этом зале собрались жители нашего города для того, чтобы встретиться с человеком, о котором много нас слышали, которого очень часто видели, и с телеэкрана, о котором мы знаем по публикациям газеток, по книгам. И вот сегодня в наш город приехал Егор Гайдар. Вы знаете о том, что он сегодня возглавляет Институт экономики переходного периода и является также председателем партии «Демократический выбор России». Разрешите мне от вашего имени поблагодарить Егора Гайдар за то, что он нашел время для того, чтобы приехать и воочию встретиться с жителями нашего города, для того, чтобы рассказать о своих делах, о своих взглядах на нынешний период в жизни нашей страны, экономики и ответить на те вопросы, которые могут возникнуть у жителей нашего города. Еще раз добрый день, дорогие каченцы и гости нашего города. Егор Тимурович, мужик Виталий, сегодня в нашей встрече участвует председатель Санкт-Петербургской объединенной организации Виталий Анатольевич Сычев. Депутат от Наталья Наталья Петербурга. И для тех, кто со мной еще не знаком, Медоева Залена Горьевна, председатель областного отделения партии «Демократический выбор России». Я предлагаю такую форму работы. Мы сейчас попросим Егора Тимуровича выступить, немножко рассказать нам о том, что происходит в стране, и затем ответы на вопросы. И, наверное, для того, чтобы передать нашей встрече более организованный характер, просьба желательных вопросов и дарить письменное видео. Мы стараемся на все вопросы все-таки ответить. На тех, которые не успеют в Украине письменное видео, мы не сможем ответить. Возле стола. Ну, садись пока туда. Мне все равно сейчас стоять нужно было. Дорогие друзья, я постараюсь в своем свидетельном слове сосредоточиться на нескольких вопросах, которые сегодня вызывают, пожалуй, самые разноченные дискуссии борьбы в нашем обществе и будут видны в протяжении следующих месяцев. Это проблемы бюджета, это налоговая реформа, это пакет социальных законов и социальная реформа, и это банковская война и связанные с ней масштабные процессы и противодействия в российском обществе. Итак, сюжет 1998 года. Собственно, главная, важнейшая проблема России в последних лет, это неспособность наших органов власти принимать честные, реалистичные бюджеты. Понимаете, ужасно приятно делить деньги, которые сделаны из воздуха. Страшно тяжелое дело делить реальные деньги. Это как в семейном бюджете, на самом деле, я могу вас видеть, как бывший министр финансов, что государственный бюджет ничем принципиально не отличается от семейного. Вот в семейном бюджете, я скажу, представьте, а если бы мы выиграли лотерею 10 миллионов, как бы здорово разделили. Ну, смотри, вот и сына купили новое велосипедо, и отложили бы на старт книжку, и жене туфли, да, здорово. А вот когда 10 миллионов лотерею не выиграли, то дележка семейного бюджета становится занятием в высшей степени непростым. И иногда конфликт. Вот так еще в прошлом составе Государственной Думы неоднократно говорил нашим оппонентам слева. Давайте договоримся, вот реальные ресурсы, вот реальные доходы, вот вы можете их разделить как угодно. Давайте прибавить на оборону. Скажите, чего мы с ними? Конкретно. Вот образование, здравоохранение, от пенсионеров, вот от кого конкретно мы заберем. И обычно ответ получается, что это вакансия. Переспредить ничего не надо. Надо только всем прибавить. Но беда в том, что реальные, возможные налоговые поступления, реальные доходы, и бюджета государственного, и также и семейных бюджетов, они не все граничны. Есть целый набор экономических закономерностей, которые определяются маршалами страны, уровнем ее развития, уровнем царевральной гомогенности, предшествующей историей, которые определяют в принципе, сколько можно мобилизовать доходов в этой экономике. Ну там можно спорить, скажем, можно из российской экономики выжать там доходов 29% валового внутреннего продукта или 31%, то точно нельзя пилить. Вот не готовность принять этот факт как данность постоянно приводит к принятию нереалистичных бюджетов, а на деле в жизни это всегда оборачивалось самыми неприятными последствиями. В первую очередь массовыми платежами по выкладке пенсии, по стопе, денежном удовольствии военных службщиков и так далее. Потому что если и когда вы делите деньги, которых точно не будет, то вы сами порождаете острейшие проблемы в экономике. Ну, государство, скажем, в прошлом году разделило денег примерно на 50% больше, чем все знали их будет. Чем было, скажем, в прошлом году или позапрошлом. Ну, вот никакой революции в стране не произошло и вдруг предполагают, что откуда-то возьмется там в полтора раза больше денег. Тогда, естественно, можно составить очень приятный бюджет. И все получат дополнительные деньги. Дело в том, что как только начинаешь реализовывать этот бюджет, выяснится, что это чистая фикция. Потому что реальных доходов нет. И в результате я заказал по ворону заводу продукцию, а потом говорю, извини, у меня нет денег. А каждый рубль бюджетных неплатежей он порождает 5 рублей неплатежей в экономике. Оборонный завод не может платить за электроэнергию, за материалы, комплектующие. Я обещал заплатить на 50% больше, включил этот бюджет обороны, а потом удивляюсь, почему у меня военнослужащие по несколько месяцев не получают зарплату. Я составил нереальный продаж бюджета пенсионного фонда и удивляюсь, почему после этого пенсионер не получают по несколько месяцев пенсии. Вот к началу этого года проблема задолженности по выплате пенсии, пособий и заработных плат твердо заняла первое место в кругу проблем больше всего волнующих россиян. И было понятно, что если продолжать эту линию дальше, то проблема будет усугубляться, 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 в конце концов дойдет о точке или нет, о точке взрыва. Причем оно интересное стоит в том, что вот целый ряд участников этой игры объективно заинтересован в том, что так и было. Ну посмотрим, вот парламентское большинство. Оно заинтересовано в нереальных бюджетах. Ну, во-первых, нереальный бюджет это повод показать каждый раз своим избирателям, что мы о них заботимся. Смотрите, мы-то ведь дали и военным дали, и учителям дали, и врачам дали. А это злое правительство, это оно, кстати, не выполняет наше хорошее пожелание. Ответственность все равно ведь не несет. Больше того, такая ситуация в высшей степени устраивает чиновников среднего уровня, министерства финансов, областных финансовых органов, городских финансовых органов. Потому что, если бюджет заведомо нереальный, то тогда, а что спрашивают за его выполнение? Тогда я хочу, дам, а чего не дам? И тогда у нас в кабинете наделиков управления Минфина выстраивается длинная очередь из губернаторов, министров, лицемьеров, а они уже определяют, кому они отдадут, а кому не дадут. И можно представить себе, какие аргументы при этом приводят. Так что, нереалистичные джеты это путь к финансовому развалу. Государство, которое сам показывает пример собственной необязательности, никогда не собирает налоги. Потому что она саму дала, что не платят налоги, прекрасный аргумент. Смотрите, а вы же сами смотрите, вы же сами не платите. Ни за свет не платите, ни за военную технику не платите. Что же вы от нас требуете? Что вы не платите? Поэтому продолжение этой линии совершенно успешно ведет к дальнейшей эрозии налоговой базы. Потому что поток денег, которые государство реально денет, денег постановится кращать. И к началу этого года стало ясно, что есть только три возможных выхода из этой ситуации. Первый, продолжать делать вид, что мы ничего не понимаем и не знаем. Вот забыть на все глаза и ждать, когда же все это взорвется. Ну, хорошо, пенсии будут не выплачивать пять месяцев, шесть месяцев, семь месяцев, когда взорвется. За военнослужащие не выплатить год, когда они на улице. Второе, напечатать много денег. Ну, надо говорить, ну, еще разок, напечатаем много денег. Ну, печатка можно ведь. И всем заплатят. И это действительно может делать и вот такое отсутствие какой бы то ни было серьезной бюджетной работы, к которому подталкивало. Только надо понять, что напечатав много денег и снова взлетает полную инфляцию, без цене рубль. Мы ведь реально только подрываем реальные доходы бюджета. Есть такая зависимость, называется она закон Оливейро Тензи, суд, которого в следующем, как только ты разгоняешь инфляцию, у тебя падают реальные доходные поступления. Значит, а ты можешь снова взлетнуть инфляционную волну, а не только, что реально принесение нервовоенного, а то, что будет платить меньше, а не больше. И, наконец, третье, это повернуться снова на путь серьезных реформ, направленных на рационализацию бюджетных расходов, на ужесточение контроля за ними и, в том числе, на принятие реального бюджета. И тот бюджет, который был вставлен правительством в Государственную Думу, это первый за последние годы реалистичный бюджет, бюджет, в котором правительство пытается делить те деньги, которые реально получат. Конечно, надо понять, что его принятие неизмеримо более сложно, чем принятие нереального бюджета. В прошлом году бюджет прошел через Государственную Думу замечательно, как по массе. Но это бюджет, по поводу которого все участники я не видел ни одного разработки или обсуждения бюджета, ни в Думе, ни в правительстве, ни в министерстве финансов, который не знал бы, что этот бюджет вообще никого отношения к жизни не имеет. Вот сегодня представил, наконец, бюджет реалистичный и, конечно, прохождение его через Думу будет существенно более сложным. Уже сейчас в первых дебатах Думское большинство накидало туда дополнительных 27 триллионов старых рублей доходов, что-то зная, причем все опять же знают, что этих властей семи триллионов не будет. Ну, конечно, это неприятно, но есть разница. Если он будет принят в том виде, в котором сегодня согласован, там будет 5-7% нереальных денег. В прошлом году было 50% нереальных денег. То есть, если он будет принят в этом виде, это все-таки довольно серьезный шаг вперед. Но это еще раз подчеркиваю. Это трудно и неприятно для парламента большинства. Это очень неприятно для финансовых органов всех уровней, потому что как только бюджет становится реальным, их право распределять, кому будем платить по усмотрению, сжимается. И поэтому провести этот год, конечно, будет очень непросто. Вот постоянно говорить о том, какие отрасли обделили, путая две вещи, путая то, что реально выдавали, что обещали, сопоставляя реальное окрасирование с обещанием. Для того, чтобы бюджетные доходы в нашей стране стали реальными, для того, чтобы стабилизировать и не допустить дальнего падения, дальнейшей эрозии дохода бюджета, важнейшей предпосылкой является налоговая реформа. И, в общем, беды нашей налоговой системы на сегодняшний день всем хорошо известны. У нас очень много налогов, они очень разнородны, в разных регионах применяются 200 видов разных налогов. Многие налоги абсолютно экзотичны и отпугивают инвесторов. Налоги на обвоз тушенки и соседние области. У нас очень высокие ставки налогов, особенно налогов на заработную плату. И у нас простые исключения. Если придется просто замысел налоговой реформы следующий. Мы резко ограничиваем круг применяемых налогов, мы жестко упорядочиваем процедуры расчета налогов, мы существенно снижаем общий уровень налогового времени для лояльных плательщиков, и мы одновременно устраняем лазейки для устранения от уплаты налогов. Вот предельно простой налог. Вот начну с налога, который, как всем приходится платить, это налоги на заработную плату. У нас есть такая иллюзия, легенда, что у нас очень низкий подоходный налог в стране. Легенда, не имеющая никакого отношения к истинность. У нас аномально высокое налогообложение заработной платы. Потому что у нас часто общее обложение заработной платы только с подоходом налога. А 29% в комиссионный фонд, а 5,4% в фонд софтрахов, а 3,6% в фонд медицинского страхования, а 1,5% в фонд занятости, а 1% на образовательные учреждения, а к этому прибавьте 12% в подоход, который уже с 200 долларов становится 20, и очень быстро практически у всего коммерческого сектора вырастает от 35%, вот вам совокупно налогообложение заработной платы лояльного платищика. То есть, если ты лояльный плательщик налога и работаешь на законопослушном предприятии, ты все это должен платить для того, чтобы выплатить 1 рубль за плату. Реально там получается, что ты должен платить более 50% от того, от совокупных расходов налог на заработную И, с другой стороны, если ты не хочешь платить налог на заработную плату, тогда замечательно и существует масса возможностей абсолютно легально на основе действующего законодательства эти налоги не платить. Ну, например, вы знаете, скажем, банковский сектор у нас не платит налоги практически. Ну, на технологии на прибыль, потому что прибыли там нет, известно, банки у нас все убыточные. Ну, просто очень легко ее прятать там. Зарплату там получают этнищенство. Если посмотреть зарплаты в банковском секторе, ну, они просто мизерно, непонятно, как люди там просто богу душу отдают, ноги не протягивают. По вполне понятным причинам, потому что ты элементарно сегодня выписываешь суду, кладешь суду на экспозит, выплачиваешь ту же самую зарплату в виде процентов и не плачешь ничего. Пенсионный фонд ни в соц. страх, ни в мед. страх, ни в подокон, ничего не плачешь. Вот, собственно, задумка была предельно простой. На основе снижения обложения заработной платы, реформы системы подоходного налога, резко снизить совокупные налоги на легально получаемую заработную налогу. Добиться того, что все это вместе там, соц. страх, страх, занятость благоустройства, подводный, пенсионный, все это вместе было не более 35% фонда оплаты труда, а не 60% так будет. Это резкое снижение ставки подоходного налога для лояльного платежа. Заставить массу платить 60% невозможно, заставить платить 35% возможно. Ну вот, на мой взгляд, для человека, который реально платит налоги, выгода всего этого не подлежит к обсуждению. Поэтому мне, что человеку употребляет с лояльным плательщиком, объяснить, что мне плохо, когда я буду платить 35% вместо 60%, ну невозможно, я все равно не платил. А если я поверю, жена решит, что я тебя сомну. Почему же такое масштабное массовое сопротивление этой идеи? Потому что, если вы послушаете, скажем, массовые комментарии, томских ораторов, вы подумаете, что налоговая реформа – это какое-то жуткое смертвоубийство, что-то затея такое, чтобы просто задушить экономику. Ну и, в общем, вполне понятно, почему. Марк в свое время говорил, если бы тезис, что дважды два-четыре затрагивал интересы, он обязательно был бы опроверген. Вот налоговая реформа – это то, что затрагивает интересы, причем интересы в самом существенном образом. Поэтому понятно, что на налоговую реформу можно смотреть с двух сторон. Можно смотреть со стороны лояльного налогоплательщика. И тогда действительно лучше платить 35%, чем 60%. А теперь представьте себе, как налоговую реформу смотрят те, кому мы хотим закрыть дырки и сказать, ты будешь платить не 0%, а 35%. Те же самые банки, скажем. Значительная часть очень высокооплачиваемых столичных журналистов, которые получают десятки тысяч долларов и почему-то все без налогов. Но это же просто издевательство. Ну как это может? Мы что ли будем платить налоги 35%? Да разве это возможно? Это же невозможно себе представить. Это же издевательство покушения на все права. Поэтому, конечно, надо сделать все возможное для того, чтобы налоговая реформа не прошла, для того, чтобы мы сохранили вот эту нынешнюю уродливую налоговую систему, в рамках которой существуют колоссальные налоги на законопослушных граждан, и все возможности уклонения от уплаты налогов для тех, кто их не платит. Вот на самом деле предельно простая картина стержня борьбы вокруг налоговой реформы. Третья проблема. Проблема социальной реформы, социальных пособий. Вот у нас такой интересный оборот очень часто употребляется в дискуссиях по телевидению, в прессе. Доля населения в оплате того-то не превышает 20%, например. Доля населения всегда составляет 100%. Потому что никакого другого счета, кроме счета населения, не существует. Если вы не платите 100% в прямую, вы обязательно платите в виде налогов. Надо понять, что государство никаких своих денег не имеет. Государство это аппарат, который создали воплательщики для совместного решения неких общих проблем. Принципиальный вопрос эффективности работы государства это как, насколько разумно оно распоряжается деньгами налогоплательщиков. Вот самое главное, что мы от него имеем право требовать. В этой связи, когда говорят, что государство должно то, государство должно все, государство должно позаботиться об этом, может быть и правильно. Надо всегда помнить, что речь идет о том, чтобы залезть вам в карман как налогоплательщику, вынуть оттуда деньги и каким-то образом и страниц. И в этой связи, если мы хотим иметь эффективно работающее государство, это должно быть государство, которое действительно тратит деньги на то, что нужно. Вот в этой связи социальные программы. У нас довольно много разрозненных социальных программ. У нас там 226, по-моему, не изменяет, разных льготных категорий населения по разным параметрам. Из всех, из 100% денег, которые мы тратим сегодня на разные виды социальной поддержки, 80% идет не бедным всем. Мы тратим огромные деньги, а бедные остаются бедными. Совершенно очевидно, что, собственно, надо делать. Надо в максимально возможной мере увязывать любые формы социальной поддержки с нуждаемостью. Если ты бедный, да, ты имеешь право на все возможные дьготы и привилегии, чем... Если ты не бедный, ну, почему тебя уравнивают с бедным? Ну, вот такой жизненный пример. У меня трое детей. Я не из бедной семьи, я лично зарабатываю. Я сегодня имею те же права на детские пособия, что и молодая студенческая семья с ребенком. Для меня эти деньги не решают никакой проблемы, они мне не нужны естественные получия. Для молодой семьи с ребенком это пособие слишком низкое для того, чтобы оно решало их проблемы. Мы сделаем простую вещь, перестанем предоставлять мне право на эти пособия и увеличим право на пособие для действительно нуждающих семей. Вот если предельно просто суть того, что предлагает праведный. Вот, скажем, есть закон о ветеранах, который вводит набор разных льгот для ветеранских семей, для ветеранов. и в общем надо согласиться с тем, что, конечно, ветераны и люди пожилые это те, кому труднее всего пришлось предпосабливаться к новым условиям. Это те люди, которые действительно нуждаются максимальном внимании, защите и заботе и, в общем, на них, что называется, никаких денег не жалко. Но, извините меня, ведь закон написан так, что у нас семья, в которой сын работает в коммерческом банке, а дочка в инвестиционном фонде имеет право на льготу на квартиру, если там прописаны ветераны, а квартира записана на него. Что, согласитесь, довольно странно. В этой связи предельно простая идеология, социальная поддержка нуждающимся. Тогда можно действительно бороться с бедностью, тогда можно осмысленно использовать те деньги, которые государство изымает у налогоплательщиков. Еще раз подчеркиваю, речь идет о наших с вами деньгах. Я хочу, чтобы если у меня берут деньги на социальные нужды, так они шли действительно бедными. Это суть того социального пакета, который представило правительство. Но, как вы, наверное, знаете, труднее всего реализовывать не те реформы, которые наносят ущерб бедным. Труднее всего реализовывать те реформы, которые наносят ущерб богатым. Поэтому, любая реформа, которая действительно повышает уровень, долю платежей бедным слоям населения, она неизбежно будет очень трудно проходить. Поразительно, что фракция КПРФ, как вот призванная по своему статусу идеологии вроде бороться за интересы бедных, однём не является генератором подобного рода законопроектов, которые вводят критерии нуждаемости и способны довести долю средств, целевого использования средств на социальные нужные направляемые, до принятых в мире пределов. Правительство на протяжении последних месяцев действительно начало довольно активно действовать в направлении преодоления бюджетного кризиса. И в первую очередь действовать, реструктурируя бюджетную сферу, сдвинув наконец с места военную реформу, начиная налаживать нормальные инструменты бюджетного контроля. Ну, такие вещи, как ликвидация институтов полномоченных банков, в которых прокручивались государственные деньги, формирование полноценной системы казначейского контроля, введение конкурсных, открытых, прозрачных процедур государственных закупок. Все это меры, направленные на наведение элементарного порядка, на приспособление государства к тем задачам, которые должно решать условия рыночной экономики. И, конечно, если бы государство не начало этим заниматься, никак не было возможно не ликвидировать задолженность по пенсии в июне месяце, до этого она только росла, не было возможно выплатить денежное удовольствие военнослужащим, уверяя вас, сколько мы туда денег не отправили, все оказалось бы, что куда-то ушло, как в черную дыру. Вообще невозможно решить ни одной проблемы, связанной с серьезной бюджетной, финансовой и социальной политикой. суть того курса, который правительство начал реализовывать с марта довольно проста. Это либеральные реформы, призванные сделать государство более прозрачным, более компактным, использование государственных средств под контроль. Но, как вы понимаете, наверное, это решение абсолютно необходимое и правильное, как уже говорил, без этого никакой задолженность потенциям не выгодишь. Но меры очень жестко конфликтные. Те, кто немножко представляют себе реальную политику, скажем, даже на местном уровне, на областном уровне, знают, что такое, скажем, взять и отобрать счета бюджетов коммерческих банков. Взять и наладить нормальные процедуры бюджетного контроля. Взять и довидеться того, чтобы правила игры были равными для всех. Какое яростное сопротивление продвижения в этой связи ни для кого собственно и не было сомнением, что попытка встать на этот путь, конечно, приведет к обострению противостояния, к борьбе в элиту. До тех пор, пока правительство как-то безучастно смотрело и говорило, ну мы тут сами разделите госсобственность, там как кому там уж получится, а мы будем довольны тем, что нам всегда достанется мелочь, то было все хорошо, спокойно, все там или так любили друг друга, а как только государство сказало, нет, я хочу получить свою долю, я хочу, чтобы она была максимальной, я заставлю вас платить за собственность столько, сколько она стоит, вот здесь собственно конфликт и стал приобретать взрывную форму. В конце в 96-м году в июле, когда прошли президентские выборы, я написал в одной из своих статей, что теперь, когда угроза собственно коммунистического реванша, видимо, отошла на второй план, главная проблема будет связана с разделением собственности власти, и российская политика в ближайшие годы будет крутиться вокруг этого. Ну вот год 97-й в полном объеме показал, что это так. Конечно, есть страстное желание сбить правительство с того курса, на котором он стоит. Снова вернуться к блаженным временам, когда полномоченные банки крутили бюджетные деньги, когда никакого бюджетного контроля толком не было. Ну вот все, как все так было, как в прекрасные времена, когда у нас страдали только пенсионеры, не получающие деньги. И естественно, что нынешняя правительство согласиться с этим породом не может, непонятно, зачем-то она пришла работать. И все, что на самом деле происходит сегодня, конечно, в первую очередь связано с этим. В этой связи, конечно, не могу не остановиться на истории с книжкой, на последних кадровых перестанках правительства, потому что сегодня, конечно, это вызывает огромный интерес в обществе. Что, насколько я знаю и понимаю, собственно, произошло? Ну, собственно, если взглянуть объективно, ничего не произошло. Да, несколько высокопоставленных чиновников, которые принимали участие, наверное, в самом масштабном и самом противоречивом социальном процессе второй половины XX века приватизации в России, написали по этому поводу книжек. Да, они получили большой гонорар, особенно по стандартам, скажем, непривычного к этому обществу. Хотя он отнюдь не является большим на фоне гонораров Григочева за его книжку, или Добрынина, или Панкина, я же не говорю о гонорарах какого-нибудь там Нельсона Манделы или Горбачева. Отнюдь не большим. Да, заплатили налоги с этих своих гонорар. Да, 95% от этих доходов направили на благотворительность. Это я могу свидетельствовать. Собственно, вроде как, ну, и чего? И, собственно, чего? Люди взяли, отдали свою интеллектуальную собственность, направили ее на благотворительные цели, заплатили налоги, все это показали. Так взятки, как вы понимаете, не берут. Если кто-то сталкивался с этим процессом, что-то не слыхал. Что, в чем дело? Где они сделали ошибку? Почему нет которые из них уже в отставке? Ну, вполне понятная причина. Они должны были понимать, что в условиях вот этой ожесточенной войны за отделение собственности от власти действует не принцип презумпции невиновности, а принцип презумпции виновности. Что все, что ты говоришь и делаешь, не только может, а обязательно будет использовано против тебя. Что компромат все, что ты сказал или сделал может оказаться с компроматом. И вот то, что они не оценили этого, не поняли, что вне зависимости от того, что они делают и что они собираются делать и в чем их замысел, все это может быть использовано против них и против политики, которые она проводит, в этом, конечно, была их серьезная ошибка и заведование в плате. Тем не менее, надо понять, что вот сегодня если те, кто выступают за сохранение разных правил игры, за то, чтобы Министерство финансов было на посылках у банков, они победят, то, конечно, экономический и финансовый строй, который сформируется в России, будет на редкость малоприятным. На редкость коррумпирована, на редкость малоприятного. Если завтра вновь назначенный министр финансов будет знать, что послезавтра, если он кому-то будет не угоден из уполномоченных банков, с ним поступят так же, ну, надо понять, как он будет себя вести. Короче говоря, на мой взгляд, сегодня для России, для ее перспектив предельно важно сохранить ту позитивную динамику, которую, наконец, обрело правительство с марта этого года, способность его работать, добиваться результат, наводить порядок в экономике. Это нужно не тем, кто работает в правительстве, я не уверяю вас, заработаю свои деньги вне его. Оно нужно в первую очередь нам, оно нужно россиянам, оно нужно для России, потому что без этого создать условия для цивилизованной рыночной экономики в России вряд ли удастся. Дорогие друзья, с вашего разрешения я остановлюсь на этом вступительном слове и теперь отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Как вы оцениваете предстоящую денежную реформу деноминацию рубля и ее последствия для реформ для того граждан России? Деноминация, в общем, чисто техническая мера, она задумана как техническая мера, она сама по себе не может иметь никаких экономических последствий. Цены у нас сегодня свободные, не замороженные, паники населения нет. Я, честно говоря, опасался немножко из-за опыта двух предшествующих крайне неудачных реформ, что может быть такая паническая реакция и поэтому советовал правительству не задеваться с деноминацией по крайней мере до 2000 года, но они приняли это решение, пока не видно как бы то ни было признаков изменения поведения населения. Инфляция остается предельно низкой и в условиях надвигающейся деноминации. Конечно, если сочетать деноминацию с какими-то экономическими авантюрами, но он может иметь неблагоприятные последствия. Но я знаю, что ни Центральный банк, ни правительство ничего подобного не собирается делать. А тогда вы можете спокойно не думать об этом. Это просто мера техническая и никак не способная не так сказаться на вашей жизни. Егор Тимурович, когда нам вернут долги, в частности, вклады до 1992 года, Сысуев говорил, что в течение 25 лет, а мне уже 73 года. С уважением на этой неделе все последние события, но чуть-чуть выбили правительство из нормального режима. Но я думаю, что к концу этой недели, к началу следующей, такое обсуждение на комиссии экономической иконке состоит. Значит, в чем здесь принципиальная проблема? Для того, чтобы компенсировать вклады, их надо откуда-то взять. Вот если деньги у вас из тумбочки взяли, то их надо обязательно сначала в тумбочку положить, прежде чем они там окажутся. никак не получится. И в этой связи, как только вы начинаете всерьез обсуждать вопрос о компенсации вкладов, сопоставляете любые оценки уровня задолженности с тем, что вам надо компенсировать, с тем, что у вас есть в реальном бюджете, выясняется, что это очень-очень длинная проблема. То есть, никакой чудесной волшебной палочки, позволяющей компенсировать их сразу, не существует. Ну, конечно, если вы хотите, можно заморозить цены, можно там в 10 тысяч раз увеличить вклады, но только надо понять, что после этого ни одной коробки спичек и ничего больше в магазине больше никогда не будет. И никакой компенсации за это не получат. И как только выясняется, что для того, чтобы компенсировать эти вклады, нужно долго-долго работать, и нужно в бюджетах каждого года преусматривать соответствующие деньги, тогда есть резон вернуться к вопросу, а когда же, собственно, как же у нас исчезает эти вклады? Неужели вот то, за что мы теперь должны работать годами, взял Гайдар и за одну ночь с 1 по 2 января взял, да и распитил? Какой-то он стал уж очень могучий получается. Значит, как только мы начали заниматься собственно историей, а как действительно были разбазарены вклады населения, вот я сейчас могу ее вам как бы рассказать, она довольно интересна. На самом деле вклады населения не знаете, не знаете, не можете знать, потому что соответствующие постановления были секретными. Так вот, вклады населения у нас начали изымать из Дербанка и, соответственно, из Госстраха в 1968 году. И потом изымали каждый год до 1991 года. Каждый год, вы, может быть, помните, Верховный Совет принимал закон о бюджете. Меньшее количество людей знают, что в этом законе о бюджете всегда был секретный пункт о том, сколько денег надо изъять из Сберказ и из Госстраха. Ну, вот, соответственно, в 1968 году изъяли 3,5 миллиарда рублей, ну, и, соответственно, постепенно увеличили масштабы изъяний. Скажем, уже Николай Иванович Рыжков вызывал в год от 10 до 30 миллиардов рублей. Общая сумма изъятых денег из банковской системы была равна вкладу населения в эту банковскую систему вместе с вкладами, вместе с страховыми полюсами. Поэтому, какое было постановление, документы же есть, друзья, есть постановление правительства секретное, выходили они каждый ноябрь соответствующего года, постановление подписывали соответствующими премьерами, все же эти документы, которые можно посмотреть и показать. Так вот, если теперь смотреть, а как же нам компенсировать те деньги, которые в 68-м году изымали, то изымали все больше и больше, то выясняется, что зависит от того, а сколько мы можем мобилизовать. Если, скажем, как показывает анализ, мы можем где-то 5 триллионов рублей в год мобилизовывать на компенсацию вкладов в ближайшие 2-3 года, это значит, что в ближайшие 2-3 года мы можем компенсировать вклады, которые были изъяты в 68-м и 69-м годах. И потом постепенно идти дальше и постепенно компенсировать вклады, которые изымали в 70-х, потом в 80-е годы. Как тратить эти деньги? Вот это вот следующий вопрос, который для правительства, конечно, важен. Ну, здесь моя позиция предельно простая. Конечно, надо идти по возрастным группам. Труднее всего все, что произошло с нашей страной, конечно, тяжелее всего ударило по старикам. Поэтому, конечно, любые деньги, которые в бюджете государство будет мобилизовывать на компенсацию вкладов, надо, конечно, в первую очередь платить тем, кто принадлежит самым старшим возрастным группам. И постепенно, по мере увеличения этих сумм, спускаться вниз к более меньшим возрастам. Я думаю, что это единственный справедливый путь к постепенному решению проблемы компенсации вкладов, еще раз подчеркиваю, разбазаренных несколькими последними коммунистическими правительствами. Ни одного постановления об изъятии вкладов из Сибербанка я лишь не подписывал. Николай Иванович подписывал 8 штук. Почему в то время, как коммунисты объединяются, демократы никак не могут договориться? НДР, Яблоко, НДР и другое. В складывающей ситуации ваше разногласие продолжать преступно. Вы знаете, вот до тех пор, пока я считал угрозу коммунистического реванша абсолютно ключевой для страны, я был совершенно с этим согласен. И, может быть, вы знаете, делал всегда все для того, чтобы добиться единства демократических сил. И сегодня, там, где действительно речь идет об опасности серьезного коммунистического реванша, и надо, наоборот, бороться с победившим на региональном уровне, экстремистским режимом, и там база для взаимодействия и единства. Но надо понять, что Яблоко и ДВР действительно по существу-то разделяют очень серьезные программы вознагласия. Как вы, может быть, помните, Григорий Сеевич Явлинский в своей программе обещал увеличить расходы государства вдвое. В реальном счастливе. Мы убеждены, что увеличить расходы государства соответственно налоги и других способов профинансировать нет вдвое. Невозможно. Что значит, что это не в том, чтобы увеличивать расходы государства, а в том, чтобы их рационализировать, сделать государство более экономным. А это принципиальная противоречие между социалистической политикой и либеральной политикой. И по этому поводу очень трудно прийти к компромиссу. Он будет безидейным с обоих сторон. Вот вы знаете, в мире либеральные партии от социалистических отделяют по такому принципу – либералы, а мы-либералы. За сокращение государственных расходов налогов. Социалисты – за увеличение государственных расходов. Яв Marian по этому критерию партия социалистическая. Левые партии социалистических от правых отделяют по другому критерию. Готова ли эта социалистическая партия запустить печатный станок, чтобы профинансировать увеличение расходов. В программе Яблоко, как вы знаете, может быть, а может быть нет, есть пункт о возврате комиссионному кредитованию дефицита бюджета. Значит, это левая социалистическая партия. Еще раз подчеркиваю, есть ситуации, когда либералы и даже левые социалисты должны быть против, против фашистов, скажем, или против артоксальных коммунистов. Но в нормальных, более-менее стабильных ситуациях они действительно являются оппонентами. Поэтому я думаю, что добиться здесь согласия на какой бы то ни было принципиальной основе будет очень непросто. Что касается нашего дома России, ну, конечно, сегодня наши представители, представители нашего дома работают в правительстве вместе. При всех наших неких разногласиях есть база для взаимодействия. Посмотрим, в какой степени удастся добиться такого взаимодействия. Нужны ли России свободные экономические зоны? У нас была, конечно, безумная эйфория с этими свободными экономическими зонами в самом конце перестроечного периода и в самом начале периода Орехова. Когда свободные экономические зоны начали создавать, начали называть ими то, что никакими свободными зонами, конечно, быть не может. Что просто было разными режимами хозяйствования, формами уклонения под ног. И поэтому идея свободных экономических зон оказалась во многом скомпрометировать. Есть набор региона по ситуации, где свободная экономическая зона может быть эффективна. Обычно это закрытые образования, закрытые, близкие границы или близкие ну, скажем, вот в районе Выборга, там, где пограничная полоса, ну, там понятно, как можно сделать свободную экономическую зону, без того, чтобы это было просто хамскому планету под ногу. Есть другие регионы, где это возможно. Но массово, массово это не нужно и не получится. С чем связано повышение ставки реферансирования? Если везде говорится о стабилизации, то ставка должна уменьшаться. Это абсолютно правильно и Центральный банк довольно долго на протяжении всего предшествующего года серьезно снижал ставку. Кстати говоря, вкладчики Сбербанка на это жаловались. Беда в том, что мы сегодня часть единого мирового финансового рынка. На мировом финансовом рынке на протяжении последних нескольких недель прошла волна нестабильности. Эта волна нестабильности была поражена кризисом в Юго-Восточной Азии, потом перекинулась на ряд других стран, сегодня под мощным давлением, скажем, Бразилия, Южная Корея. Страны, сталкивающиеся с кризисом, вынуждены адаптироваться. Россия пока не была источником кризиса, но не сказываются происходящие в других странах. Скажем, Бразилия, в которой процентная ставка была такой же, как у нас три недели тому назад, 18% годовых, была вынуждена повозить свою процентную ставку до 43%, чтобы защитить курс своей национальной валюты. У нас в Бразилии одинаковый кредитный рейтинг в мире, то есть займы на Бразилию распределиваются примерно резкое повышение процентной ставки в Бразилии совершенно неизбежно приводит к переспределению финансовых ресурсов с российского рынка. В этой ситуации Центральный банк должен был либо спокойно тратить свои крупные валютные резервы и потом смотреть, что получится, что было можно, но рискованно, то есть, не дай бог, потом Бразилия взяла и обвалилась, то ситуация могла бы стать неуправляемой. Либо отреагировать сразу к повышению процентной ставки и увеличению привлекательности российского рынка с российских ценных бумаг. Что, собственно, и было сделано. Сделано абсолютно правильно. Если ничего экстренного не произойдет до Рождества, то Центральный банк сможет вернуться к политике снижения процентной ставки. Это будет краткосрочным неприятным призводом. Сейчас главное, чтобы Россия сама в силу каких-то событий внутренней политической нестабильности не стала источником финансового кризиса. Тогда этот реаг довольно быстро успокоится. Как вы находите военную диктатуру для России? Кого должна быть по вашему мнению? Я никогда не верил в военную диктатуру для России. А вот это доктрина, я прошу прощения, военная доктрина, когда я говорю по вашему мнению. Вы знаете, у меня ощущение, что только в этом году Министерство обороны наконец начало серьезно работать над программой военной реформы в целом и в том числе над военной доктриной. Суть военной доктрины для России сегодня, мне кажется, стоит в том, что нам не угрожает крупномасштабная война на западном театре военных действий. Стабильные демократии, как правило, крупные войны не начинают. Это бывает очень редко. Поэтому вся ведь наша военная доктрина была ориентирована на то, что мы разворачиваем армию в 10 миллионов человек на западном театре военных действий и воюем, соответственно, с Америкой и всей Европой. Вся система управления, связи, подготовки кадров, она была приспособлена туда. Вот сегодня для себя надо понять, что никто на Россию с запада нападать не собирается. Таких идиотов в общем мире сегодня нет. У нас остается крупный ядерный потенциал и нам нужна армия не для того, чтобы там воевать со всем миром, со всей Европой. Армия гораздо более мобильная, гораздо более лучше вооруженная, меньшая по численности, маневренная, которая может быть использована в возможных локальных конфликтах, в первую очередь. А стратегические силы должны обеспечивать функцию ядерного сдерживания. На самом деле это очень просто, но это предполагает радикальную перестройку всей структуры наших вооруженных сил. У нас всегда поразительная ситуация. Вот там где-нибудь рядом с вами, недалеко, ну не буду поговорить конкретные места, у вас меньше дохода уже будет. Стоит зенитный полк. Рядом который, задача которого прикрытие ракетной дивизии, дисланцированной там, стратегической ракетной дивизии. Рядом стоит понтонный батальон, задача которого обеспечение более широкого размещения ракетной дивизии. Переправа ее при необходимости рассветащения. Все замечательно. Одна маленькая вещь. Ракетная дивизия давно ликвидирована в рамках подписанного несколько лет назад договора по сокращению стратегического вооружения. Что в этой связи делают две другие части. И вот подобного рода мелких организмов, которые когда-то имели свой смысл, а сегодня навпочем утратили, очень много. Вот то, что сегодня начал делать наконец Министерство обороны, это первую-первую голову анализировать свою собственную структуру и думать о том, как можно ее радикально упростить. Как вы считаете, если следует решать проблему северных территорий? Это длинный и сложный вопрос, оставленный нам в наследство. Есть токийская декларация, вот японцы очень хороши в протоколе, есть токийская декларация, подписанная в свое время Борисом Николаевичем Ельцином, которая свидетельствует в том, что проблему северных территорий надо решать исходя из принципов законности и справедливости. Вот я так надеюсь, что будущее поколение российских политиков, исходя из принципов законности и справедливости, эту проблему каким-нибудь образом решат. Как вы относитесь к результату переговоров Ельцина в Китае? На мой взгляд, это успех. У нас есть странная иллюзия, что наша политика по отношению к Китаю это некая наша игра в взаимоотношениях с Америкой. Лучше в Америке нас уважало, мы должны запугивать Америку тем, что мы создадим Альянс Китая. Это на редкость авантюрное и легкомысленное суждение. Китай это великая страна, которая себя воспринимает как великая страна и будет великой страной быть. И отношение с Китаем строить, исходя из частных тактических соображений, это просто полная глупость. Китай для нас величайший сосед, крупный торговый партнер, важнейший фактор нашей внешней политики и ни в коем случае наше отношение с Китаем не надо делать заложенность какой-то мелкой тактической войны. Мы больше, чем кто бы то ни был заинтересован в том, чтобы Китае было все стабильно, чтобы он постепенно демократизовался, стал предсказуемым государством. К сожалению, это страна, которая еще не прошла через процесс демократизации, но надеюсь, что он будет упорядоченно и без угрозы кого-то не было и соседей. Вопросы событий в ночь третьего на четвертое. Сколько людей откликнулось на ваш призыв и пришло поддержать демократию в Москве? Мы собственно не считали, но было видно, что это десятки тысяч человек. Это десятки, я не могу вам сказать, это было 40 тысяч человек, 50 тысяч человек, которые пришли в абсолютно пустую еще 2 часа назад в Москву и радикально изменили там платы. Как оказался Игорь Керин с Востанкина? Кто отдал приказ им оборонять цельцентр? Насколько я знаю, Игорь Керин послал Игорь Керин с Востанкина после того, как стало известно, что захватив грузовики и бронетранспортеры, люди Макашова направляются к остатке. Каково ваше личное мнение по проекту нового налогового кодекса? Что конкретно вы продерживаете или отвергаете? Измените ли налоговое время для предприятия? НДС, налоги сход, налоги на прибыль и так далее. Почему прогрессивная шкала подокладного налога с публичеси расширяется с 12 до 60 миллионов, если средняя зарплата по РФ еще не достигла 1 миллиона рублей в месяц? Первое. Что я поддерживаю, что не поддерживаю в налоговом кодексе? Я полностью поддерживаю вторую, третью, четвертую часть налогового кодекса. То есть то, что связано собственно с налоговой реформой, с конкретными налоговыми налоговыми ставками. Я считаю, что их принятие было бы очень серьезным шагом вперед. У меня было в высшей степени критическое отношение к первой части, которая определяла гарантии прав многоплательщиков, правоналоговой службы и так далее. Именно поэтому мы не просто ее критиковали, а мы предложили свой альтернативный проект в первой части. Назывался он «Вариант Пахмелкина» по имени нашего коллеги депутата членов демократического образа. И на самом деле критика, которая шла против первой части, она была справедливой, но практически вся вписывалась в тот конкретный проект, который мы подготовили. Мы были работой с правительством, говорили правительство в том, что основные идеи нашей первой части намного лучше, разумнее и справедливее, чем в первой части правительственного «Вариант». И вот сегодня правительство настаивает на редакции налогового кодекса, втором его, вторая, третья и четвертая части, и практически основная идеология нашей первой части налогового кодекса «Вариант Пахмелкина», предполагающей существенное усиление гарантии прав налогоплательщика. Ну, скажем, там предусмотрена такая норма, как наложение штрафа налоговыми органами налогоплательщика только по решению суда. То есть, самое главное, что является сегодня предметом налогового реакета, я пришел к тебе, а штрафовал, заморозил, сделал тебе деньги со счетом, а потом после этого работай как хочешь, вот это, собственно, устраняется. Что, на мой взгляд, конечно, является важнейшей по налоговой революции. Что там важно? Там действительно принципиальная идея – это существенное снижение налогов на фонд оплаты труда и отказа от так называемых налогов с оборотом. У нас ведь сегодня, когда жалуются на то, сколько там прибыли уходят в налоги, главное, что это налог на содержание социальной сферы полтора процента и налоги на фонд на пользователя дорог. 4% с оборота. При средней рентабельности 9%, у вас 40% прибыли от дай не греши сразу на этот налог. 35% налог на прибыль, все, ты уже отдал больше 600% своей прибыли. Вот, главное, на мой взгляд, что там предусмотрено, это полный отказ от налогообложения оборотов. Да, конечно, за это надо платить, приходится платить, мы в частности предлагаем платить за это. Но если мы хотим финансировать дороги, то, на мой взгляд, надо не облагать всех, непонятно почему, налогов на пользователя по дорогам, а налогов на пользователях, те, кто пользуется дорогами. во всем мире это делается первая часть из акциза на бензин. То же самое предлагаем делать и мы. Но вот от налогов оборотов, которые резко усиливают налоговложение прибыли, мы предлагаем уйти. То есть, по существу мы предлагаем очень простую систему. 35% ставка налога на доходы, ну, если посмотреть, я не хочу подробно объяснять, как это получается, по существу получается так. 35% налог на прибыль, 35% налог на доходы, хотя абсолютно не важно, где нет смысла перебрасывать себе что-то из прибыли в зарплату или заплаты в прибыль. С любого вида доходов ты платишь один плоский налог 35%, ну, 35%, а не 70%. И, на мой взгляд, это вот предельно важно для того, чтобы создать предпосылки нормальной работы для предприятий лояльных налогоплательщ. Кстати говоря, это резко позволяет упростить все налоговые процедуры, взимать налоги у источника, усилить налоговые контроли и так далее. Почему в этой связи мы реформируем ставку подоходного налога? Потому что сегодня формально вот эта вот прогрессия, которая начинается буквально с, там, миллиона двухсот в месяц и очень быстро идет вверх, она приводит к огромному переобложению фонда оплаты труда практически на всех предприятиях с умеренной, средней, тем более, высокой заработной платы. И параллельно вы сохраняете массу льгот, которые позволяют не платить налоги. То есть реально, вот это вот формально, у вас есть прогрессия, вроде как вы увеличиваете время для высокодоходных, а на самом деле они просто не платят налоги, потому что вы предусмотрели для них налоговые льготы. Поэтому наша идея предельно простая. да пускай лучше они платят один плоский налог, но платят. Если мы хотим отобрать привилегии у богатых, давайте мы закроем налоговые лазейки, а не будем лукаво делать вид, что вот мы увеличим прогрессию, а они будут платить налоги, они будут над нами смеяться. Вот собственно та идея, за которую мы выступаем, почему мы отстаиваем такую шкалу подоходного налога. Принят закон о новом учислении пенсии с 1-го, до 2-го, до 98-го. Кому нужен такой сложный порядок, даже работники сферы не могут разобраться, или что опять для галочки, что о нас, пенсионерах, все пекутся. На самом деле никаких повышений не будет, о нервозности всем хватит. Вы знаете, честно вам скажу, совершенно согласен с этим. Вот мне не нравится принятый закон о пенсиях, я не думаю, что он упорядочен. хочет нам посерьез пенсионную систему. Мне нравится другая, мне нравится та программа пенсионной реформы, которая сегодня формируется в правительстве. А идей этой пенсионной реформы очень предельно простая. У нас сегодня ставки реально начитаемой пенсии зависят от чего угодно, но только не от того, а сколько ты реально платил пенсионный фонд. Вот мы предлагаем ввести другую систему, при которой твои реальные картинифицируем учет, то твои реальные отчисления и пенсионный фонд, и должны быть базой для расчета твоей пенсии. Ты можешь укрывать свои доходы, ты можешь оформлять их не через зарплату, но тогда не обижайся, что у тебя пенсия, когда ты выплатил, если ты не платил пенсию другим, то был старше тебя, не обижайся, что когда ты выйдешь на пенсию, у тебя будет низкая пенсия. Вот, то есть там идея, так называемую, условно-накопительная счета, это увязка пенсии с отчислениями в пенсионный фонд, и параллельно, дополнительно, чисто накопительная система, то есть 1 или 2% будет идти прямо на накопительный счет, с тем, что который является наследуемым, может передаваться родственникам, от того тоже дополнительно зависит пенсия и так далее. Вот сочетание жесткой увязки пенсии склада с отчислениями и элементов накопительной системы, где ты просто накапливаешь для себя на том конкретном счету пенсии, на мой взгляд, то, что надо делать в области пенсионного фонд. Какова, на мой взгляд, роль государства в регулировании экономики России в настоящее время? На мой взгляд, важнейшая проблема российского государства в том, что оно пока еще не адаптировалось к тому, что оно должно делать в условиях рынка. Часто там говорят, что там нужно много госрегулирования или мало госрегулирования. Вообще вопрос немножко абстрактный. Какое госрегулирование? Если в условиях рынка вы говорите нефтеперерабатывающему заводу, куда поставлять продукцию, там, колхозом туда сеять, лезете с своими льготными кредитами и дотациями, вы порождаете масштабную коррупцию, ничего больше. Если вы обеспечиваете эффективное выполнение контрактов, легальную защиту частной собственности, эффективный контроль естественных монополий, с тем, чтобы они не завышали свои тарифы, простоту и прозрачность налоговой системы, контроль за бюджетными расходами, выполняют свои задачи. Вот, к сожалению, только последние полгода можно сказать, что правительство приступило к реализации набора реформ, призванных радикально перестроить функции государства, приспособить их к новым рыночным условиям. Кое-какие подвижки здесь. Не кажется ли вам, что китайский путь лучше шоковой терапии? Без сомнения кажется. Конечно, кажется. Только на китайский путь-то нам надо было вступать, для того, чтобы по нему идти, в 50-х годах. Китайский путь, а я как раз по этому поводу написал последнюю книжку, он в принципе возможен для очень раннего этапа социалистической индустриализации. Когда у вас еще 75% населения в деревне, когда у вас еще только-только складывается индустриальный сектор, тогда вы можете, когда у вас еще очень ограниченные социальные гарантии, нет и пенсионной системы, ничего еще нет. Бедная очень страна, бедная и слаборазвитая. Бедная и слаборазвитая и с ограниченными ресурсами. Вот тогда вы можете мягко повернуть на китайский путь, значит, постепенно выходить из социализма, формировать коммерческий сектор не вместо, а рядом с государством и так далее. Когда у вас ресурсы деревни выкачаны до тла, когда у вас сложился крупный и с огромными из пропорций индустриальный сектор, который на сегодняшний день десятилетий финансирует за счет нефтяных доходов, когда у вас уже выросли социальные программы, выясняется, что так мягко выйти из социализма в принципе невозможно. Выход всегда идет через кризис, это было во всех индустриальных социалистических экономиях. В этой связи, кстати, дело, на мой взгляд, обстояло не в том, что просто, скажем, Горбачев был глупый, а Дэн Сео Пин умный. Дело в том, что Китай бедная ресурсами страна, а Россия богатая. Мы во многом раскрываем сегодня последствия собственного богатства. Вот если вы всерьез посмотрите, проанализируете в экономической истории, что пытался делать Китай, столкнувшись с внутренними ограничениями социалистического роста в конце 70-х годов, то вы увидите, что он делал практически все, что потом Советский Союз делал на протяжении десятилетий. Он начал увеличивать закупки зерна за рубежом, чтобы как-то справиться с тяжелым оградным кризисом. Он начал пытаться увеличивать экспорт. Оно не платит врачам, учителям и военнослужащим. Ну, конечно, объективно это подрывает уважение к суду и к закону. Ну да, ну вот оно выполнит там тот или другой иск, после этого не заплатит тем же военнослужащим, тем самым, сагад, другое свое обязательство. Поэтому пусть здесь один, только через реальный бюджет, где должны быть заложены резервы, в том числе и на выполнение государством своих обязательств по решениям судебной войны. Как долго будет продолжаться стагнация на фондовом рынке России, на ваш взгляд? Я думаю, что она продлится в любом случае до рождественских каникул. В принципе, я не исключаю того, что она может продлиться в течение первой половины января. Я думаю, что если все пройдет нормально, то есть если не будет крупномасштабных потрясений либо в России, связанных с изменением курса, либо каких-то немыслимых катаклизмов на мировых фондовых рынках, восстановление начнется с конца января, начала февраль. Плохо сделало правительство, что сделало железную дорогу «Газпромсвязь» с электроэнергией монополистами. Ведь они беспощадно грабят, как хотят, а начальники получают зарплату по 23 миллиона. Это правильно, обращаем на это внимание. Абсолютно согласен, совершенно неправильно. Но оно не сделало, конечно, их монополистами. Они монополисты и есть. Оно не научилось их нормально регулировать. Мы как раз сегодня проводили семинар в Санкт-Петербурге по вопросам регулирования локальных естественных монополий. Была проведена блестящая, на мой взгляд, работа по детальному, подробному экономическому, организационному аудиту санкт-петербургских монополий. Это «Ленэнерго», соответственно, «Ленинградский Газпром», «Водоканал» и «Теплоснабжение». Были показаны очень серьезные резервы снижения затрат. Были показаны методами, при помощи которых эти предприятия завышают свои сдержки. Были намечены пути, позволяющие взять под контроль эти сдержки, добиться их снижения, добиться того, чтобы они работали на цели города, а не на собственной цели. Я очень надеюсь, что эту работу мы будем использовать не только в Питере, но и в целом по России, а вашим областным органам власти, я, слава Богу, Питер недалеко, я очень советовал внимательно познакомиться с результатами этой работы и использовать у себя. Действительно, это серьезно. И тогда, пожалуй, в России такого подробного анализа до сих пор еще не проводим. Входят слухи, что за разработку правительственного варианта налогового кодекса разработчикам уплачено 40 миллионов долларов. Так ли это? Нет, не думаю, что это так. Я не знаю, честно вам скажу. Это надо спрашивать, конечно, у Министерства финансов. Она привлекала специалистов, привлекала экспертов. Была большая работа по анализу налогового законодательства. Естественно, это не деньги российского бюджета. Это деньги разнообразных грантов, которые шли по линии европейского сообщества и так далее. Сколько там было уплачено, я просто не могу вам сказать. Обращается ли к вашему институту Конституционный суд РФ, Высший Абитражный суд, Верховный суд за правовыми заключениями области налогового права? Привлекают ли ваших специалистов в качестве экспертов налогового права? Вот вы знаете, нет. К нам очень активно обращается правительство по налоговым вопросам, к нам активно обращается федеральное собрание, причем вне зависимости от политических симпатий и антипатий, и Дума, и Совет Федерации. А вот действительно, я подумал, что никогда к нашему институту почему-то не обращалась судебная власть. Вы уж не знаете почему. Нужен ли вообще экономика, а не бюджету Российской Федерации, действующий МДС, в том виде, в котором он сейчас. В США вообще нет НДС, а страна процветает. Я думаю, что нужен, потому что НДС, налог, в общем, очень равномерно и справедливый. Ну, можно, конечно, заменить его другими налогами, но надо понять, что сегодня мы перераспределяем через бюджет примерно столько денег, сколько перераспределяют американцы. Подобие, естественно, не по абсолютной мере, не подобие. Да, в Америке нет НДС, что многие считают серьезным недостатком американской налоговой системы. Именно поэтому, кстати, американцы не могут нарастить свои налоговые поступления до уровня европейцев. Но они замещают его высоким подоходным налогам, достаточно высоким. Они замещают его очень высокими акцизами, они замещают его налогами с продажами штатскими и так далее. В этой связи я убежден, что отказ от НДС в России привел бы только к серьезным дополнительным налоговым диспропорциям. Мы должны были бы заменить его либо над сохранением налогов с оборотом и их увеличением, либо увеличением ставок налогообложения заработной платы. Все это, на мой взгляд, было бы хуже для экономики. Есть ли у России радикальные способы выхода из экономического кризиса в ближайшем обозревом будущем? Ну, в общем, надо сказать, что выход из экономического кризиса, в общем, начался. У нас в первом полугодии 1997-го можно было говорить о стабилизации производства. С июня и июля явно обозначились признаки индустриального побега. У нас начало расти производство и по стоимости, и в натуре, причем по некоторым параметрам, которые особенно важны для экономического роста резко. Ну, скажем, не бывает стран, где тяжелый промышленный кризис, а выпуск автомобилей растет на 15%. Это просто происходит в России. И видно, что происходит стабилизация многих социальных показателей. У нас растет положительность жизни в последние три года. У нас падает смерть. У нас падает детская смерть. Детская смерть на сегодня. Детская смерть на сегодня самая низкая за все время нагрузения. В Советском Союзе никогда не было такой низкой смерти. Дорогие друзья, ну что же вы так боитесь-то? Что же вы правда боитесь? Ну, право словно. У нас существенно... Вот я и говорю... Дорогие друзья, дорогие друзья, если вы остановитесь на официальные сборники, просьба их читать. Действительно, у нас до 90... Читайте, просьба. До 94-го года у нас действительно шли негативные процессы во всех этих областях. С 94-го года, если вы обоснуете по официальным сборникам, возьмите последний сентябрьский сборник о социально-экономическом развитии России, вы увидите, что... Вы увидите, что... Что? А, так все-таки по жизни? Понятно. То есть, короче говоря, статистику вы готовы творить только, когда она вам нравится. А когда не нравится, не готовы. Так вот, статистика, если вы на нее ссылаете, а правда, именно ее регулярно цитируют, показывает, что с 95-го года у нас растет продолжительность жизни, с 95-го года у нас падает смерть, падает детская смерть, что с 95-го года у вас падает преступность. Короче говоря, тот набор социальных показателей, который является важным. Ну, я понимаю, но не хочется служить праву. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что Гальчина – это высокообразованный культурный город. У нас поведение себя порезало. Я хочу напомнить, что когда сюда были лидеры оппозиции, никто не мешает им проводить нормальные встречи со своими сторонниками. Двери наши сегодня были открыты, мы отвечаем на все вопросы, давайте тебе вести коррекцию. Так что, на самом деле, набор очень серьезных позитивных кризисов начал обозначаться, да, после тяжелого кризиса, связанного с крушением социализма и очень тяжелым началом реформ, но вот сегодня Россия с кризиса начинает выходить. Именно поэтому очень бы не хотелось, чтобы что-нибудь пометчало этим позитивным процессом. Готов ли ваш фонд поддержать налогоплательщиков в финансовом плане, отстаивающих свое налоговое право, таможенное право в международных структурах? Имеется в виду Европейский суд по правам человека, комиссия права человека в Совете Европы с момента ратификации Европейской конвенции права, кафедрального собрания. Да, это абсолютно возможно. Мы, конечно, в первую очередь предполагали и предполагаем предоставлять правовую поддержку для защиты от правового произвола в российских судах и в российских органах власти, но я абсолютно не исключаю возможности поддержки соответствующих вращений, если выполнена процедура, предусмотренная соответствующими документами. Почему? Шансы на избрание заметны выше у кандидата, который упущает невыполнение. Как вы решаете эту дилемму? Только на основе постепенного накопления опыта избирателей. Ну, конечно, когда был очень короткий демократический опыт, люди готовы были поверить чему угодно. Ну, кто, знаете, как, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рано. Я уж помню, как встречался даже со своими единомышленниками, говорит, ну что же, говорит, Егор Тимош, вы все правду-то говорите, вы соврите, пообещайте чего-нибудь. Я думаю, что избиратель у нас постепенно взрослый. Он постепенно перестает верить в посолы золотых гор. Он постепенно начинает понимать, что деньги государство не создает, не печатает, только перераспределяет. И я думаю, что в этой связи постепенный рост привлекательности кандидатов, которые умеют делать дело, которые зарекомендовались как порядочные люди, которые говорят о выполненном, совершенно неизбежный процесс. Он может занять некоторое время, но в целом придется. Если можно, два слова о вашем институте, его работах и их результатах. Возможно ли сотрудничать с вами, как это делается, ориентировочной стоимости выполнения заказных работ и сроки. И суд выполняет такие нормальные, фундаментальные работы в области теории и анализа и прогнозирования переходных экономик. Мы и прогнозируем инфляцию, валютный курс, процентную ставку, развитие экономики. Наши прогнозы довольно хорошо исполняются, поэтому на них есть спрос. Параллельно мы выпускаем обзоры состояния российской экономики. Параллельно в последние месяцы довольно много работаем по заказам федеральных органов власти и на проблемы социальной реформы, реформы образования, здравоохранения, налоговыми вопросами. Проблемы структурирования естественных монополий и так далее. И суд выполняет работы по заказам отдельных регионов. Надо сказать, что правда, что очередь довольно большая с обращениями к нам за, соответственно, разработками. Но мы стараемся к возможности не отказывать, если есть ресурсы. Просто надо понять, что квалифицированные ресурсы квалифицированного труда ограничены. Соответственно, по регионам это, в первую очередь, анализ бюджетов, это предложение по реформированию бюджетной сферы, предложение по региональному законодательству и так далее, и так далее. Такие работы мы ведем. Сроки исполнения, разумеется, зависят от того, что заказано. Ну, скажем, если это экспресс-анализ бюджета и формулировка коротких предложений по его реструктурированию, то это может быть сделано за 2-3 идеи. Если речь идет о глубокой, серьезной программе, конечно, это занимает несколько месяцев. Стоимость абсолютно зависит от того, какой объем работы. Мы, в общем, на этих работах много денег не зарабатываем, но родим, которые пополняют на расходе. Они поэтому, соответственно, разные. В зависимости от объема будет совсем маленькие. Бывают довольно большие подмены. Условно говоря, от тысячи долларов до ста тысяч долларов в зависимости от объема работы. За последние полгода наркобизнес принял невероятный масштаб. Эти люди, вернее, подонки, творят невероятное успехи в наших городах. Наркотики стали проникать в школы. Наши дети, братья, сестры страдают от этих подонков. Как вы предлагаете бороться с этой мафией? Считаете вы, что надо изменить уголовную статью? Вы, по вашему мнению, не должно быть наказание на кредитцам, продающим отравы нашим детям? Честно говоря, я думаю, что это в первую очередь не вопрос изменения законодательства, а вопрос права применительной практики. Я не считаю, что ужесточение наказаний, где бы то ни было, помогало бороться с этим словом. Я напомню, что, скажем, в Таиланде, который является крупнейшим международным центром торговой наркотикой, экспортной наркотикой и смертной оказанной за хранение и употребление наркотикой. Ничему это, в ровном счете, не помогло. В этой связи, это, конечно, в первую-первыхую, первую вовку вопрос эффективности работы местных правоохранительных правду. Правда ли, что вы примерно в 92-м году грозились российским золотодобытчикам не покупать у них золото, а покупать его на лондонской бирже, там дешевле? Нет, это неправда. В 92-м году наши золотодобытчики такой проблемы не ставили. Дело в том, что тогда по их настояниям была введена система расчетов за золото по мировым центром. И учитывая, что тогда рубль был предельно обесценен по отношению к доллару, а средняя заработная плата составляла где-то 7-10 долларов в месяц в конце 91-м, начале 92-го года, это были очень хорошие цены, которые золотодобытчик вполне устраивал. Другое дело, что постепенно, по мере того, как цены на внутренний рынок стали приближаться к мировым, а мировая цена золота перестала расти и начала снижаться, после этого возникли серьезные проблемы у золота. Ну и сегодня, честно говоря, я категорически не являюсь сторонником того, чтобы мы ввозили дотации на добычу золота. На мой взгляд, это было бы в лучшем степени оправданным. Я понимаю датирование различных отраслей и социальной сферы. По-моему, производство золота не в мировой речи кирпичу. Там есть возможность эффективного производства по очень многим из наших используемых месторождений и предмежных цен. там другое нужно. Там, конечно, нужна гораздо более последовательная либерализация рынка золота, чем это есть сегодня. Там нужно создать условия, при которых банкам будет выгодно кредитовать золотую добычу и будут устранены искусственные препятствия на пути операции золотом. Политика сдерживания инфляции дала определенные плоды. Не пора ли, по вашему мнению, приступить к расширению денежной массы и того прекратить рождение большого количества суррогатов денег? Ваши отношения нет немцов. Тут беда какая? Ни центральный банк, ни правительство не могут по произволу менять денежную массу, если речь идет о реальной денежной массе. Вы извините меня, этот вопрос такой технически сложный, я вот две минуты пытаюсь объяснить. Вот представьте себе сегодня. Денег в экономике не хватает, это правда. У нас очень низкая доля денег в валу внутренней продукции. И это последствия предшествующей инфляционной политики, это последствия падения доверия к национальной валюте, увеличения доли долларового оборота и так далее. Теперь представьте себе, завтра правительство и центральный банк говорят, давайте мы увеличим денежную массу, долю денег в валу внутренней продукции. Вот сегодня 14%, а завтра мы возьмем и сделаем там 30%, а хотя бы больше. И начинает печатать деньги. Беда в том, что цены это свободны. И вот вы, вот вы узнали, что государство начало в крупных масштабах печатать деньги. Вы подумаете, а собственно, центры не вырастут? А не стоит ли мне пойти заранее купить что-нибудь? Или в доллары привезти, хотя бы немножко долларов, чтобы сохранить свои сбережения от инфляции? И точно то же самое, я думаю, директор крупного банка, директор промышленного предприятия. В результате его вроде напечатали денег, а цены выросли быстрее, чем денежная масса, и реальный объем денег в обороте сократился. Это вот одна из самых известных экономических закономерностей, прекрасно прослеживающихся инфляционных экономик. Короче говоря, подорвать доверие к национальным деньгам очень просто. Восстановить его предельно сложно. Вот в этом году на базе явных успехов стабилизации, укрепления курса рубля, снижения инфляции начался процесс постепенной монетаризации экономики. Центральный банк наращивает свои валютные резервы, растет денежная масса, а цены от нее отстает. Продолжение этой политики позволит на протяжении лет постепенно увеличить долю денег в валовом внутреннем продукте. Любая попытка просто взять и напечатать деньги только сокращает реальную денежную массу, подрывая дальше доходы с бюджета и увеличивает применение суррогата. Вот эта экономическая закономерность, очень хорошо изученная, особенно на высокоинфляционных экономиках, которую, к сожалению, категорически не понимают очень многие люди, рассуждающие сегодня о российской денежной политике. Дорогие друзья, я к сожалению, время, которое было отвезено на нашу встречу, полностью исчерпан. Я благодарен вам за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ